Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Индустрия здравоохранения». И мы ее ведущие Елена Себренко и Рамола Кротова. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Анатолий Нахимович Махсон, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, директор онкологического кластера МИДСИ. Здравствуйте, Анатолий Нахимович! Здравствуйте, Анатолий Нахимович! Спасибо большое за то, что согласились прийти на нашу передачу. И сегодня мы хотели обсудить с вами разницу в подходе к лечению больных в частном и государственном секторе. У вас один из самых богатых опытов в нашей стране в работе в разных лечебных заведениях. Вы много лет провели в государственном секторе, сейчас работаете в частной медицине. Можете рассказать о преимуществах лечения больных в частном секторе? Основное преимущество сейчас заключается в том, что на частный сектор не действует 44-й закон. Поэтому, если применить на конкологии, например, то мы можем покупать те лекарства, которые наиболее эффективны и менее токсичны, поскольку мы частная компания. И в этом смысле, например, в МИДСИ применяются для химиотерапии только оригинальные препараты. Потому, что самое интересное, мы их покупаем практически по тем же ценам, как и дженерики. Следующее преимущество, конечно, частные компании, они более подвижны, они не так закомплексованы. И можно, так сказать, развиваться в том направлении, в котором нужно. А лечение, в принципе, не должно отличаться. Лечение должно быть одинаковое, но комфорт, отношение, конечно, в частном секторе может быть лучше, комфортнее. Но, естественно, за это надо платить. А стандарты лечения в государственном и частном секторе, они одинаковые? Они не должны абсолютно отличаться. Это мое убеждение. В онкологии мы лечим по мировым стандартам. Есть так называемые кодлайны, где в онкологии фактически каждый год обновляются они и весь мир. Если лечить на современном уровне, надо лечить так, как это принято в мире. Не может быть отдельных стандартов в стране, или в частной клинике, или в государстве, если она работает на нормальном уровне. Интересно. А скажите, пожалуйста, какие вы видите, интересно понять, развитие частного сектора. Оно сейчас активно развивается в нашей стране. Какие области медицины возможны в развитии? И какие могут быть проблемы для их развития? Области могут быть все. Основная проблема, конечно, финансирование. Потому что, с одной стороны, система ОМС многие виды лечения полностью не покрывает. И, с другой стороны, у нас очень мало развито добровольное страхование. И вот это основная проблема. Если будет принят закон, который раньше обсуждался, скажем, ОМС+, когда больной сможет доплачивать то, что не включено в систему обязательного медицинского страхования, это может значительно улучшить, скажем так, положение частного сектора. В основном есть клиники, которые могут лечить на современном уровне, хорошо оснащенные, скажем, цены не такие дорогие. И вот МИДСИ в этом смысле как раз позиционируется как не очень дорогая, скажем, клиника. Она может быть и поэтому там может лечиться и частный сектор. Но, тем не менее, средний класс. Но дело в том, что у нас и среднего класса пока не очень много. Поэтому проблема в доступности лечения для обычных граждан в системе частных клиник. А в чем вы видите элементы развития на сегодняшний момент для частных клиник? На чем они будут ставить свои приоритеты и в каких областях развиваться наиболее агрессивно? Если говорить о МИДСИ, я в частной системе недавно. МИДСИ, она себя позиционирует. И вот наш главный акционер Евтушенко Владимир Петрович, он сказал, что МИДСИ планирует стать национальной медицинской компанией. Поэтому она развивается во всех направлениях и планирует занять место во всех областях медицины. В частности, поэтому решено создать онкологический кластер, поскольку онкология была представлена в МИДСИ, но не было системного подхода. Собственно, зачем я сюда и пришел? Ну, а основное, конечно, то, что сейчас дает развиваться, это то, что, в принципе, и частные клиники начинают работать в системе обязательного медицинского страхования. Вот если говорить о теперешнем мне, например, по ОМС практически оплачивается, нормально финансируется программа химиотерапии. Почти все, за исключением, ну вот, может быть, самых последних препаратов, которые очень дорого стоят. Поэтому вот сейчас вот, например, для москвичей клиники МИДСИ проводят химиотерапию по программам ОМС, ну, практически почти все циклы, почти все системы. И дальше то же самое, потому что оборудованы клиники нормально, персонал квалифицированный. Сейчас вся проблема, чтобы они стали доступными для обычных граждан. Касаясь вопроса онкологии, все понимают, насколько важна ранняя диагностика. И как вы думаете, насколько возможно развитие скрининговых программ в России и в частных клиниках, в частности, да, в том числе, поскольку для государства тема тяжелая для подъема, насколько мы себе это понимаем. И скрининговые программы, с одной стороны, получают уже свое развитие, потому что есть программа женского здоровья. Но если говорить о желудочно-кишечном тракте, насколько вы думаете, тема скринингов в этой области получит свое развитие в ближайшее время, что нужно для ее реализации? И будут ли готовы частные клиники поддержать эту инициативу? Очень хороший вопрос, Елена. Потому что, несмотря на то, что сейчас в онкологии большие успехи и, так сказать, лечатся многие заболевания, достаточно успешно, но наиболее эффективное лечение – это именно на ранних стадиях. И что интересно, вот именно при раке желудка и раке толстой кишки, если говорить о наиболее частых заболеваниях, это что будет? Рак легкого, рак желудка, рак толстой кишки. И если смотреть по примеру Японии, то это бывает очень эффективно. Если Япония была на первом месте по смертности от рака желудка еще лет 25-30 назад, то сейчас она на 13-м месте, только потому что там налажен скрининг именно желудочно-кишечного тракта. Но самое главное при этом то, что когда вы выявляете опухоль на ранних стадиях, то сейчас есть аппаратура, которая позволяет ее удалять вообще без разрезов. Через современный эндоскоп эта опухоль удаляется в подслезистом слое, и 98% вылечивается. Лечение легкое, больной два дня в больнице и пошел домой. И это, конечно, перспективно. И в этом плане МИДСИ как раз разработала программу скрининга для женщин и для мужчин. Она немножко будет отличаться. Это скрининг 1-2-дневный, который позволяет выявлять злокачественные опухоли наиболее частых локализаций. Легкие, желудок, толстый кишечник. У женщин это будет молочная железа, и женские половые органы. Матка, яичник, влагалище. У мужчин плюс еще будут мужские, представительные железа. Очень хороший вопрос был по возможностям. Действительно, это очень дорого, и мало какое государство может себе позволить такое. Почему? А потому, что обследовав 100 человек, вот что такое скрининг, это обследование здорового человека, у которого опухоли нет после 40 лет. И при хорошо организованном стренинге, обследовав 100 человек, мы можем выявить у двух опухоль. И поэтому выявление одной опухоли может обходиться, ну вот в Японии я был там, если сейчас 1000 долларов скрининг, значит 50 тысяч долларов обходится выявление одной опухоли. Но самое главное, для этого нужны очень большие материальные средства, оборудование, техника, персонал и так далее. И программа ОМС это не оплачивает. Поэтому вот эти вот программы скрининга в МИДСИ разработанные, они платные. От 30 до 40 тысяч. В принципе, раз в год после 40-45 лет, может позволить многие себе это могут позволить. Но надо сразу понимать, что выявили раннюю опухоль, достаточно простое лечение, короткое и излечение до 98% больных. Это хорошая инициатива. Но как заставить людей прийти на скрининг? На сегодняшний момент мы тоже понимаем, что есть проблема информированности населения. Насколько на сегодняшний момент население нашей страны понимает необходимость этого скрининга и будет идти? Не понимают. Это задача именно таких программ. Потому что это только средства массовой информации могут донести. И на это уходят не один, не два дня до населения, что не надо бояться. Надо пойти, и тогда ты будешь вылечен более чем в 90% случаев и достаточно простыми методами. Не потребуется потом длительного, изматывающего лечения, больших затрат и так далее. Потому что лечение может обходиться распространенных опухолей в миллионы рублей. Я уже не говорю о том, что человек может выключаться из жизни на годы. Если у человека захотел сделать скрининговую программу, какие его шаги, что он должен сделать? Он должен, значит, есть центр, есть телефоны в медсе. Вот если говорить про медсе, значит, нужно позвонить, вас запишут. Сейчас в Москве это отрабатывается. Вот есть несколько, в медсе три хорошо оснащенных диагностических центра. На них отрабатывается эта программа. Пока народу немного. Самое современное оборудование, врачи знающие. Надо просто записаться, заплатить деньги, прийти и обследоваться. Такой скрининг, в принципе, по большинству нозологии это раз в год. После 40-45 лет. Скажите, пожалуйста, сколько по времени скрининга? Все заняты, особенно 40 лет. В принципе, если брать Японию, это один день. Я думаю, что мы к этому придем. Сейчас у нас на стадии обработки это может быть один-два дня для этого. То есть человек с утра пришел, сдал анализы, прошел обследование врачей и получил результат. Абсолютно. Вот скрининг, если мы возьмем, это анализы. КТ, спирально низкодозное, КТ легких, это золотой стандарт. Гастроскопия. Если анализ калу на скрытую кровь, колоноскопия, ультразвуку женщин-гинеколог, жидкая цитология шейки матки. И ультразвук. Если это хорошо построить, то можно 20-30 человек в день маршрутизировать. Кто-то делает КТ, кто-то гинеколога, кто-то маммография и так далее. Я думаю, что за день можно уложиться. В Японии это занимало 5-6 часов. Спасибо, Анатолий Нахимович. А сейчас рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. В эфире программа «Индустрия здравоохранения» и мы ее ведущие Елена Сибренко и Рамула Кротова. Напоминаю, у нас в гостях Анатолий Нахимович Максон, профессор доктора медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, директор онкологического кластера МИДСИ. Мы продолжаем обсуждение о лечении онкологических заболеваний в государственном и частном секторе. И у нас есть следующий вопрос. Анатолий Нахимович, мы хотели бы у вас узнать. Вы нам рассказали в первой части об скрининговых программах. А что нужно для эффективных скрининговых программ, для эффективности? – Очень хороший вопрос. Ну, первое, нужно современное диагностическое оборудование. И для скринингов оборудование нужно фактически экспертного класса. Потому что вся проблема в том, что злокачественные опухоли на ранних стадиях никак себя не проявляют. Не болят, нет ни интоксикации, ничего. И чем меньше опухоль, тем лучше нужно оборудование, чтобы выявить опухоль меньше сантиметра, меньше полусантиметра. Это позволяет диагностическое оборудование, которое в МИДСИ есть, которое в МИДСИ сейчас дозакупает. Ну, а второе, это нужны специалисты, которые знают, что нужно искать на этом оборудовании и не пропустят. Потому что нередко мы встречаем, когда приходит пациент, который может ходить 2-3-4 месяца, он приносит снимок, на котором видны изменения и которые врач не заметил. И вот второе, значит, кадры. И МИДСИ в этом смысле тоже имеет определенные преимущества, потому что оно лицензировано на проведение образовательной деятельности, научной деятельности. И создается медицинский институт МИДСИ, который будет заниматься подготовкой кадров. кадры нужно учить. И, конечно, лучше всего, когда это будут делать специалисты квалифицированные, которые есть в МИДСИ и которые знают, чему нужно научить. Потому что в скрининг нужны именно специалисты, которые будут понимать, что они ищут. И этим, собственно, объясняется качество скрининга и процент выявляемости. Вот эта образовательная программа будет только для врачей клиники МИДСИ или врачи из других организаций смогут прийти на обучение? Нет. Ну, там будет ординатура, будут вообще подготавливаться врачи. Часть из них будет оставаться в МИДСИ, часть будет уходить в другие учреждения. То есть, это не то, что закрытый институт, это будет. Сейчас, возможно, будет программа «Высшая школа онкологии». Сейчас она развивается на общественных началах, в которых участвуют специалисты из Соединенных Штатов. Обсуждается вопрос ее внедрения в МИДСИ. Когда отбираются на конкурсной основе молодые доктора, которые учатся в ординатуре, они еще дополнительно получают какие-то специальные знания, в отличие от этого, чтобы стать уровнем, не отличаться ничем от, скажем, иностранных онкологов. А есть ли какие-то программы, вы затронули интересную тему, потому что медицина – это международное сообщество, и в разных странах есть разные программы, в чем-то одна страна более сильная, в чем-то другая. Насколько МИДСИ будет внедряться в такое интернациональное сообщество, и есть ли какие-то договоренности между МИДСИ и другими иностранными клиниками, когда может происходить обмен специалистов и, соответственно, двигать вперед и профессиональный уровень и специалистов, которые работают в клинике, и уровень самого МИДСИ. Очень интересный вопрос. И своевременный. Действительно, МИДСИ сотрудничает и с иностранными клиниками. Вот сейчас как раз я участвовал в отборе специалистов – это по ортопедии, которые поедут учиться в одну из таких ведущих частных клиник Германии, осваивать новые методики. Ну, скажем так, делиться опытом, потому что это все очень близко, но ценность таких поездок в том, что ты узнаешь какие-то детали, нюансы и так далее. Сейчас налаживаются контакты и с Соединенными Штатами и Америками. Естественно, невозможно сейчас существовать замкнуто, потому что так быстро развивается клиническая онкология, что нужно делиться опытом и брать самое лучшее, потому что годы могут уходить на то, чтобы это достичь самому. Где-то мы лучше, где-то они лучше, а когда делишься опытом, выигрывают больные. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, некоторые россияне предпочитают лечиться за границей. Считая, что качество оказываемых услуг в зарубежных клиниках лучше, чем в российских. Насколько МедСи может стать такой хорошей альтернативой для тех, кто выбирает медицинский туризм на сегодняшний момент? Хочу сказать, что лечиться как у нас, так же и за границей надо в конкретном месте. Потому что у нас есть пациенты, которые начинали лечение за границей. Были, скажем, в 62-й больнице раньше. Я думаю, что и в МедСи то же самое будет. Которые начинали там лечиться и потом, когда заканчивались деньги, возвращались к нам и получали лечение на таком же уровне. А были пациенты, которых лечили не самым лучшим образом за границей. Потому что это зависит от того, куда ты попал. За границей от нас она отличается более ровным средним уровнем. А вот если брать сквалифицированное учреждение, то ничем не отличается. Например, сейчас проходил такой конгресс «Белые ночи», большой онкологический. Там было две операции. Одну одинаковых на пищеводе. Одну выполнял японский профессор, другую Михаил Михайлович Давыдов. Так японец оперировал на три часа больше. Михаил Михайлович уже закончил. Потом мы все смотрели. И не лучшим образом, с нашей точки зрения. Понимаете? Поэтому тут может быть и так, и так. Вот все, что касается химиотерапии, хирургии, в квалифицированных учреждениях России, ничем практически не отличаются. И ничем не хуже заграничных клиник. Со многими на одном уровне работаем. Насколько имена, поскольку разница между российской системой или внутри российской системы. Иногда люди идут на имя. Вот они знают, что в клинике МЕДСИ работаете вы, и люди пойдут именно к вам. Или вы будете выстраивать систему, которая позволит вне зависимости от конкретного имени того или иного специалиста привлекать пациентов в клинику? Я считаю, что имя нужно, чтобы обеспечить ровный, нормальный уровень лечения в системе. Не может один специалист обеспечить лечение в системе. И, конечно, есть очень много хороших докторов, замечательных и хирургов, и химиотерапевтов, у которых нет такого имени внешнего, но они лечат замечательно. И вот задача моя, как главного онколога МЕДСИ, я являюсь директором класса, и главный онколог, сделать так, чтобы в клиниках МЕДСИ уровень был одинаковый везде. Куда бы ни пришел пациент, чтобы он получил, в какую клинику МЕДСИ, чтобы он получил лечение на современном уровне и самым лучшим образом. Вот это вот моя задача. Подготовить, отобрать специалистов, участвовать в отборе техники в оснащении, чтобы мы лечили на уровне мировых стандартов. И в принципе, и в хирургии, и в химиотерапии это все достижимо. Наиболее сложная область это будет радиология, потому что там достаточно дорогостоящее оборудование, но тем не менее МЕДСИ планирует строительство радиологического корпуса на базе клинической больницы 1 в Отрадном, где позволяет место, которое будет оснащено современным радиологическим оборудованием. И тогда мы ничем не будем отличаться от любой заграничной клиники. Пока то, что касается радиологии, мы сотрудничаем с институтом Герцена, и если есть потребность, то больные получают лучевое лечение на самом современном уровне. То есть мы можем рекомендовать вашу клинику как клинику такого, где будет невозможно сделать полный цикл от диагностики до сложной хирургической операции. И будут специалисты любого уровня, которые на каждом из этих этапов смогут оказать высокопрофессиональную помощь. Абсолютно верно. И если… Ну, онкология отличается тем, что до начала лечения проводится консилиум и вырабатывается тактика. Что раньше? Потому что может быть большое разнообразие. Можно начинать с химиотерапии, потом операция. С операцией химиотерапии, лучевая терапия. Поэтому лечение на современном уровне должно планироваться до его начала. Мы так и делаем. И если нужна нашему пациенту в том или ином виде лучевое лечение, мы все равно продумываем, обеспечим ему. И тут неважно, есть оно в настоящий момент в клинике медсилия или нет, оно будет обеспечено. А со временем, конечно, будет полный цикл. Решается вопрос и проектируется строительство радиологического корпуса. Я думаю, там за 2-3 года он будет построен. Мы все знаем, да, лечение онкологии от начала до конца. Но плюс потом пациенту нужна реабилитация. Есть ли у вас какие-то реабилитационные программы? Замечательный вопрос, Ромола. Потому что он у меня выпал. Действительно, вот в медсе полный цикл. Потому что есть современная реабилитация, как стационарная, так и санаторная. Есть санаторий Отрадное, куда, собственно, мы вот сейчас направляем у нас в клинике. Скажем, после эндопротезирования сустава у нас больной не уходит домой. Он переводится. Если он по программе ОМС лечится в санаторий. Отрадное. И кроме этого, есть современный реабилитационный центр на базе первой больницы клинической в Отрадном, где самая современная реабилитация. И не только для онкологических больных, для ортопедических, для неврологических, по всей патологии. Я думаю, вот в этом смысле медси по реабилитации вообще стоит на самом высоком уровне. Мало какие медицинские учреждения в России обладают такими возможностями по реабилитации больных. Мне кажется, мы можем подвести такой короткий, может быть, итог сегодняшней программы. Сказать, что скрининг, да, это дешевле, чем потом лечиться, даже если это, может быть, и кажется изначально кому-то несколько затратно, но, наверное, это окупается. Можно лечиться в России, есть высококвалифицированные врачи, есть хорошие центры, которые могут оказывать полноценную медицинскую помощь. Еще раз, вы потратили время, вы потратили какие-то средства, нашли раннюю опухоль, достаточно короткое, эффективное лечение, и человек вернулся в обычную жизнь, он вылечен. Вот смысл скрининга. Но это надо понять, чтобы человек понял, он идет здоровый, и если у него выявили, то после достаточно простого лечения, он опять будет здоров, и жизнь его ничем не изменится. Ну, потратит там 2-3 недели на лечение. Спасибо большое. На этом наша передача «Индустрия здравоохранения» подошла к концу. В гостях у нас был Анатолий Нахимович Максон, а вели передачу Рамула Кротова и Елена Себренко. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова